Не надоели еще айфоны? Нет? Ну тогда давайте сравним рефа с официальных поставок и восстановленный айфон с Алиэкспресс. Видео снимал в один день с обзором про айфон 6 Plus и поэтому не огорчайтесь, что видеоряд такой похожий на тот. Хотя все обзоры про технику по своей сути похожи друг на друга, но в общем не суть, просто наслаждайтесь. Приятного просмотра. А сравнивать будем официально восстановленный айфон 6 Plus с рефом из Китая, а конкретно с Алиэкспресс. Наверное многих из вас интересует в чем отличие, но вот давайте разбираться. Корпус на обоих представителях умных смартфонов разный, хотя этого не скажешь сразу. На официале он алюминий, тот который должен быть по задумке самой компании. А вот у айфона с Алиэкспресс он тоже с виду алюминиевый, но тактильно разница чувствуется только тогда, когда в руках поддержишь оба смартфона. Покраска алюминия происходит с помощью технологии, которая содержит в себе технику применения магнитов. И краска попросту примагничивается. Это должно быть и происходит с официально восстановленным смартфоном. Итог. Вам, как обычному пользователю, не задроту. Будет все равно. Те, кто шарит, сразу почувствуют разницу руками. Не подумайте, что на айфоне 6s корпус из говна и палок. Нет, просто он дешевле и на этом точка. Экран. Вы сразу должны понимать, что на розовом айфоне он оригинальный. Не знаю, где они его там достают, но факт остается фактом. Оригинал и все тут. На сером ясен пейн, произведенный не под контролем Apple. И тут начинается мистика. Вот вы напишите в комментариях под видео, какой вам понравился больше и почему. Надо быть честным до конца и признать, что дисплей на айфон 6s Space Gray имеет явно заметную, так называемую, дисплейную сетку в виде квадратиков, которые видно под определенным углом. При использовании никак не влияющие на комфорт ваших глаз. Но они есть. То хоть раз менял дисплей на своем айфоне, понимает о чем речь. На официальном айфоне такого, естественно, нет. Но в повседневной жизни, опять же, будучи обычным пользователем, вы не поймете разницу между ними. Также на розовом айфоне подсветка дисплея ярче процентов на 15-20. Может быть для кого-то это будет очень важным фактором при выборе. Олеофобное покрытие присутствует на обоих смартфонах. Процессор и оператива и все, что отвечает за работу смартфона, оригинальное и там, и там. Сканер отпечатка пальцев. Говорил ранее в своих видео, есть два варианта рефов из Китая. С Touch ID и без. Первые, соответственно, дороже. У меня экземпляр без Touch ID, чтобы не переплачивать. На официальном, конечно же, все прекрасно работает по дефолту прямо из коробки. Нужность этой функции для меня сомнительно ровно наполовину. Но цена решила все вопросы. Сами понимаете, денег и так нет постоянно у нас у всех. А тут хотелось именно протестировать айфон без Touch ID. Потому что многие говорят, что у таких качества страдает в разы. Смело могу заявить, это полный бред. Одинаково неплохо работает в обоих случаях. 3D Touch экран присутствует в двух наших представителях в этом сравнении. Работают, как заявлено, и большего и не скажешь. Аккумулятор. Тут надо быть внимательным при покупке и знать, у кого берешь. Если, в частности, у официального айфона с этим на 99% проблем не должно возникнуть, то у Refa Sali это всегда лотерея 40 на 60. Поэтому все места, где покупать, проверены за вас и присутствуют в виде ссылок в описании под видео. В обычном использовании, если вам повезло и купили там, где надо, то вы можете рассчитывать на стандартную работу айфона в течение 4-6 часов работы экрана. Внутренние составляющие мы с вами посмотреть не можем, и хочется верить, что в розовом айфоне внутри полная гармония, а в сером не все так плохо, как нас пугают в интернетах. Камеры в большинстве своем – это основополагающая цель покупки себе айфона как такового. Обрадую многих из вас, и там, и там они по всему видимому оригинальные и снимают круто. Да, это так. Для примера дам вам немного примеров фотографий, сделанных на эти айфоны. Также хотелось бы отметить вибрацию. Тут тоже все одинаковое в обоих представителях этого сравнения. Она не раздражающая, а такая, как должна быть. Звук. Вы будете смеяться, но или мне так повезло, или все смартфоны, восстановленные на Алиэкспресс, такие, но звук меня порадовал как из динамика, так и при прослушивании через наушники. Все остальные функции, которыми мы пользуемся в каждый день в виде Wi-Fi, BluePoop, связи, 4G, одинаково хорошо реализованы в наших подопечных. Пора сделать выводы из вышесказанного. Собственно, к китайскому восстановленному айфону претензий только две. Одна из них явно такая жирная – это экран. Ведь не каждый согласится на такие компромиссы. Хотя, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, и принять во внимание, что покупателями в восстановленных айфонах являются люди, у которых явно не особо много денег, и это не порог, то на отсутствие качественно супер-пупер экрана можно как бы и прикрыть свои счастливые от покупки айфона глаза. Недочет в виде неоригинального корпуса – такая себе претензия к товару за 300 долларов в виде айфона 6s на 64 гигабайта. Поэтому вывод напрашивается неоднозначный. Для людей, которые строго следят за соблюдением всех технических тонкостей, я рекомендую официально восстановленный айфон, без разницы какой модели. Он все равно будет дешевле, чем новый, при абсолютно таком же функционале, состоянии, внутренностях и комплектации. Ну а для тех, кто живет по законам джунглей и считает все свои кровно заработанные деньги, ну, хотелось бы прикоснуться к технике Apple. Я рекомендую айфон любой модели купить на Али, или, например, у меня уже в России по цене Али, с пересылкой до вас, удобным для вас способом. С проверкой и чуть в лучшем качестве. Есть все модели с Touch ID, есть без него. Еще дешевле, кстати. Так сказать, помогаю нуждающимся за Респектулину в комментариях. Обсудить все вышесказанное можно и нужно в комментариях под видео. Прошу вас, просто не будьте бесполезными. Просто поставьте оценку этому видео. Надеюсь, оно было полезным для вас. Поделитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях, для того, чтобы они тоже знали то, что узнали вы. Подписывайтесь на мой новый телеграм-канал, где вы найдете для себя нужные вам скидки и уникальные промокоды. А также сможете оперативно получать информацию о многом интересном вокруг. Ссылки в описании. Там еще конкурс проходит. Забегайте на огонек. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok